У людей богатое воображение, поэтому человечеству всегда было интересно, а можно ли стать бессмертным? И весело ли это? Или наоборот? Но возможно ли реально жить вечно? Или это навсегда останется сюжетом для фантастических романов? Сможет ли современная медицина вылечить человека от старости и смерти? Бессмертие – одна из самых навязчивых идей когда-либо посещавших человека. Отголоски этого странного желания можно встретить в любой культуре и религии. Реинкарнация, рай, поиски источника вечной молодости в древних мифах и живая вода фольклористики, философский камень, излечивающий от всех болезней. В общем, мы явно очень хотим никогда не умирать. Однако старение – вполне естественный процесс. Это происходит с большинством организмов на Земле. Побегал-побегал, а потом угнетение репродуктивной функции, высокая вероятность возникновения болезней и, наконец, могила. Почему мир так несправедлив? Этот вопрос можно оставить философам. Старение – сложный и комплексный процесс, с которым ученые до конца не разобрались. Хорошо уже то, что в 2009 году генетики Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шосток пролили на эту тему немного света. Одна из главных проблем в теломерах – это ядро нашей клетки, а это ядерная ДНК, 23 пары хромосом. И на кончиках каждой из хромосом теломеры – своего рода защитные колпачки. Клетки постоянно делятся, и теломеры становятся все короче и короче и короче, а без них конец. Клетка больше не может делиться и умирает. Для того, чтобы этого не происходило, нужно включить фермент теломеразу, который предотвращает укорачивание теломер. В теории должно помочь, но на практике стопроцентных подтверждений того, что с помощью активизации этого фермента можно действительно отменить старение, пока нет. И, к сожалению, есть кое-что гораздо более несправедливое, чем умирающие клетки с короткими теломерами и смертность человека в целом. Например, бессмертность медузы Туритопсис нитрикула. Когда эта гадина становится взрослой, она опускается на дно и становится полипом, после чего под хитиновой кутикулой этой хитрой дамы появляются почки, которые дают начало новым медузам. И так до бесконечности. Погибнуть Туритопсис нитрикула может только в случае трагической случайности. Это даже не единственное животное, которому так неоправданно повезло. Науке известно достаточно много организмов, которые практически не стареют. Черепахи, тихоходки, гидры. Ну, то есть, в каком-то смысле стареют, но совсем не так, как мы с вами. Это называется пренебрежимым старением. Годы идут, а функции организма таких животных работают как часы. Никаких тебе возрастных заболеваний, никаких проблем с продолжением рода. Все ок. Если бы вероятность смерти человека всю жизнь оставалась такой же низкой, как вероятность смерти десятилетнего ребенка, люди могли бы запросто жить по тысяче лет. Ситуация с этими животными именно такая. Конечно, они могут умереть, но демонстрируют невероятную живучесть. Кто они и как им это удается? Вот, например, голый землекоп. Африканский крот. В юности голые землекопы погибают достаточно часто. По неосторожности. Но достигнув определенного возраста, как бы замораживаются во времени. Причем это касается только самок. И то далеко не всех. Эта королева голых землекопов может жить до 40 лет, что просто невероятно для животного такого размера. Обычно, чем больше животное, тем более долгая и счастливая ему предстоит жизнь. Ученые считают, что здесь важна стрессоустойчивость. Вот чего нам не хватает для бессмертия. Под землей и в морских глубинах темно, мало кислорода. В общем, ни разу не Санкт-Франциско и даже не Южная Бутова. Природа позаботилась о животных, обитающих в таких условиях. Создала крайне устойчивые генотипы. Осталось только понять, какие именно гены приводят к такому классному результату. Ну и еще по мелочи. Можно зайти с другой стороны. Есть ведь крионика, технология глубокой заморозки. И несмотря на то, что сторонники такого способа... захоронения... не могут быть уверенными, что их и правда когда-нибудь оживят, по всему миру уже постепенно открываются креотические кампании, обещающие своим клиентам в буквальном смысле слова «жизнь после смерти». Ну, пока ученые развлекаются как могут, точнее изучают нестареющих животных и замораживают умерших людей, мы можем, например, выпить за долголетие. Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами.